Продолжаем разбор исполнительской кухни и композиторской исполнительской кухни фантазии доминор Кехель 475. Интересное разночтение мы имеем между автографом и уртекстами. Некоторые весьма тонкие, вообще все они тонкие, но имеют отношение к исполнительским проблемам тоже. Давайте посмотрим автограф Моцарта, чуть более крупный. Как Моцарт пишет, например, вот этот пульс, повторяющийся. Вот обратите внимание, что если вначале он пишет терцию вот таким образом, точно так же, как это у Мартинсона, то дальше он пишет протитурный вариант. Как бы это играли первые, вторые скрипки, то есть штили в разные стороны и, соответственно, знак повтора, тремоло, 16-го, не тремоло, а повтор, да, двойной. Здесь тоже пишет протитурно, штили в разные стороны, полифонические, другими словами, оркестрова. Оркестрова пишет Моцарт, то есть это очень близко, как бы это выглядело в оркестре у струнных. Этот момент, дальше интересный момент, появились вот эти 32-е в левой руке. Вот здесь первая лига, которая заканчивается перед тактовой чертой, а вот дальше не совсем понятно. Вот здесь такое ощущение, что перехлёст на вторую долю, и здесь тоже перехлёст на... Да, здесь не вторая доля, здесь третья доля, перехлёст на четвёртую, и перехлёст на первую, то есть через тактовую черту вот эта вот лига, то есть она выглядит у Моцарта, как фразировочная лига. Та же, как и здесь, обратим внимание, та же, как и здесь, да, с перехлёстом на следующую долю, в автографе, с перехлёстом. Смотрим здесь. Здесь он не ставит лиги, или какие-то ставят... Да, здесь он не ставит лиги внутренние. Так вот, смотрите, Мартинсон воспроизводит вариант автографа с перехлёстом, фразировочный вариант. Но давайте смотрим первое венское издание, и что мы обнаруживаем? Обнаруживаем артикуляционные лиги. То есть заканчиваем перед следующей долей. Перед следующей долей, перед следующей долей. Только здесь перехлёст, да. Только здесь перехлёст, да. То есть мы имеем опять два уровня, причём авторизованных, это прижизненное авторское издание, да, когда мы имеем и фразировочный вариант, и артикуляционный. То есть с микроцезурой имеется в виду. Что имеется в виду? То есть если считать, читать обычно стандартно, школьно, да, то у нас получается левая рука такая. Сюда, да. Да, в то время как, если учесть вот этот артикуляционный вариант, вот этот, то движение немножко другое. Вот, с отскоком. И здесь тоже школьный вариант. Вот такой фразировочный. Сюда загоняем, да. А если учесть вариант первого венского издания, то у нас более элегантный вариант. Вот этот. Да. Вот с этим отскоком. Легато и здесь связующая цезура. За счёт активного четвёртого пальца, за счёт активной последней ноты под лигой, да, как по правилам артикуляционных лик. Да. Здесь уже можем... Другими словами, можем вполне разметить, как всегда, два дополнительных уровня, да. То есть, к этой фразировочной добавляем авторизованную уже артикуляционную, да. Тогда мы понимаем, что это фразировочная, то есть, куда ведётся, что не противоречит микроартикуляции, то есть, микроцезуре связующей здесь, да. Это как минимум, да. Вот я сейчас по шесть, да. На самом деле, можно ещё добавить вот эту четвёрочку. Как минимум четвёрочку. А по большому счёту, можно вот этот за тактик слышать. Это пальцевая работа, это не какая-то там абстракция. Четыре, три. И даже парочку можно слышать последнюю, да. Слышать, в каком смысле слышать? Произносить. Вот так, так и даже так, да. И это никакая не схоластика. Это реальная работа пальцев, да. То есть, я слышу и это, и эту четвёрочку, и этот за такт, и эту пару. В каком смысле слышу? Не в стандартном смысле, а в смысле я слышу, потому что я это делаю пальцами. Да, подробно. Да. Вот она, подробная артикуляция, что совершенно не противоречит фразировочной лиге, да. Соответственно, мы здесь тоже можем поставить пару, да, кстати, здесь тоже можно ставить пару, тут пара, 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 четвёрочку, да. Пару, четвёрочку. Здесь замечательный, конечно, полифонический момент, где нужно слышать все четыре голоса и не мешать. То есть, у нас есть длинная соль, которую мы должны слышать на протяжении всего, и которая разрешается, смело ставим эту лигу, фа диез. И мы имеем длинное ми диез, которую мы должны услышать вот здесь. Потом мы имеем синкопу си, которые должны освободить руку, услышать здесь вторую волну. И вот это структура имитаций, да, четырёхголосной. То есть, мы имеем, если сыграть, я играю два крайних голоса. Сейчас мы слышим соль, которая разрешается, фа диез, да, и ми диез, которая... Середина такта, слышим ми диез, синкопу, слышим соль, слышим. И вот соль идёт сюда, да, корректно. И тогда все остальные голоса мы играем так, да, чтобы не мешать этому голосоведению. Вот. Вот мы здесь слышим всю вертикаль, да. И здесь синкопа. Здесь очень хорошая подтверждающая нотка, да. Вот она, подтверждающая. Это принцип подтверждающей синкопы. Вот у нас получается. То есть, мы здесь прилипаем к соль. Соответственно, здесь мы играем Мецефорта, Эспрессива, Мецефорта, Эспрессива. А внутри пианиссимо, чтобы не мешать длинную ноту. От этого полифония только выигрывает. Это не значит, что то, что мы играем пианиссимо, мы слышим хуже. Наоборот. Да. Вот всю полифонию мы услышали, да. И это медиас тоже услышали. Вот это. Вот так мы работаем с этим, с этой фактурой. Да, обязательно. Полифонически. Дальше. Вот у нас такая фрезеровочная лига. Мы знаем уже по сонатам, остальным уже другим сонатам Моцарта, что мы вполне можем дополнить это вот такой артикуляционной лигой и даже вот этой еще парочкой, что тоже облагораживает исполнение. У Моцарта вообще здесь нет в автографе никакой лиги. Интересно, что дальше тоже вот этот знаменитый мотив, который часто Моцарт выписывает артикуляционно и который артикуляционно выписывает и Мартинсон и Беренрайтер. Вот Беренрайтер интересно, интересно, что здесь он следует автографу, а здесь он следует первому изданию, Беренрайтер, что вполне допустимо, давайте посмотрим, что в первом издании здесь. Да, вот в первом издании появляются артикуляционные лиги, парные по парам, да, артикуляционные лиги. Этой лиги нет, но у нас есть дело в том, что у нас есть еще издание 1791 года, почти прижизненное издание Моцарта, где все эти тонкости встречаются. поэтому мы совершенно не боимся вот этому, этого, да, как я играю? Точно, у меня пульсация внутренняя все время, 16-ми, кстати, все время, с самого начала, здесь нигде она не прекращается, вот это. Я могу сыграть так. Очень кстати. Играем эти артикуляционные лиги, замечательно. Подыграем себе пульсацию внутреннюю. Очень полезно. И на уровне 16-х каланду замедляются 16-е внутренние, то есть замедляется в паузах тоже пульсация. И все это потом вовнутреннюю речь обращается, и мы пульсируем уже внутри, да. Очень важные лиги эти вот эти, очень типичные для Моцарта. Вот эти. То есть, когда кисть не предшествует движению пальца, а палец, наоборот, выбрасывает кисть в маленьком трамплинчике. Вот это. И когда у нас цезура, вот это, вот это. Это те же самые, что в ля-минорной сонате, да, и в других сонатах. Да. И в той же самой ля-минорной или в медленной части фа-мажорной. Да. Это лиги знаменитые моцартовские. Вот они здесь. Но они впервые появляются в первом венском издании, их нет в автографе. Вероятно, предполагалось, это само собой предполагалось, что иначе не играется. Пим-пим-пам-пам-пам-пам-пам. То, это стакката певучая. Вот это, эти. Давайте посмотрим, что здесь. да, стоят, стоят точечки такие, да, но, поскольку это струнное звучание, должно быть певучей стаккатой, я предполагаю. Не вот это, было бы странно. как устроено вот это. Кажется, что по парам. Там-пам-пим-пам-пам. Но на самом деле то есть за такт. И этот, и этот, и этот, и этот, и этот, и этот, да. Как играется октава? я играю, отпускаю. Велончели отпускаю, иду по, связываю по контрабасам. И последний раз сам я тихий. Здесь, конечно, коллада, дзиминуэнда. Последний раз вообще три пьяно. паузы говорящие поскольку нас пульс то на пульс позволяет точно знать где мы снимаем восьмушку здесь тоже точно где снимаем четверть снимаем точно здесь не раньше не позже да и здесь певучий за такт из трех нот конечно i love you to их либо и замечательный совершенно р-мажор с изумительными авторскими артилляционными ригами это конечно вспоминать нужно медленные арии из итальянских опер моцарта а 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 сум сум на неркутый перечеркнутый форшлаг вспоминаем что мозга перечеркнутый форшлаг означает форшлаг на время то есть это 32 ла рам бирем до 64 даром подам ла рам тарам тирам тарам 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 можно подержать можно отпускать это и то и другое допустимо что есть еще важно длина вторые волны полифоне в лев руке вам который идет в это соль удоносов и вот она идет соль и бля рим синкопа который мы должны слышать вторую волну здесь да здесь тоже синкопа это значит что левая рука в этот момент подныривает да под эту волну баса поднырю вот я поднырнул и у меня вторая волна есть что я использую принцип педали без педали да то есть не дают эфирам упасть вот она а тут сон или замечательная как играется а сколько вот это на боже еще здесь конечно вот эту либо естественно вот эту лам тарадам вторая шестнадцатый после этого парочка шестьдесят четвертых то есть у нас вот такая артифляционная работа сейчас вот там там тарадим вам там тарадим а вот у меня в обеих крайних голосах в обоих крайних голосах вторая волна Вот здесь. Я сейчас пущу средний голос. Вот она, эта вертикаль. Вот она. Вот это работа пальца на выходе из арфекционной лиги. Вот здесь, кстати, Моторт, вот эти появления этих голосов, вот этих, этих, вот этих, показывает, как нужно играть, как нужно играть альбертовые басы. То есть он здесь выписывает, вот здесь он выписывает пальцевую педаль. А она здесь также. Это виланчелли, это альты. Мы пошли дальше. Артикуляционная лига. Ну, вторая вольта. Вспоминаем тарам, лярам, парам, парам, тыри-тири. На время. Тарам. То есть ритм такой. Лярам, лярам, парам, тирим, пирим, падам, дыри тари тари, тари тари. Не та-дам, тадам, 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 не такой, не та-дам, тадам, а такой. Та-дам, та-дам, тадам, тари тари. Дам. А второй раз у нас... Вторая вольта сюда и... Обязательно здесь с черточкой вот это за так. Та-рам-пам, та-рам-пам, та-ри. Здесь, конечно, и эта четверочка, и вот это. И за это, и вот это. Работа пальцев неинтонированная. Здесь тоже. Та-рам-пим-пирим-пим. Вот. Затем этот пассаж. Вот здесь Моцарт показывает, какова структура мотива. Дальше такая же. Артикуляционная лига, которую мы дополняем еще более мелкими. Вот это, это, это. И вот, учитывая это, еще вот это, и вот это. При этом все это на пуссе шестнадцатых. Поднырнули. Принцип шестой ступени всегда, при прерванном кадансе, при шестой ступени всегда тише. То есть пианиси мы здесь пишем обязательно. Нельзя играть утвердительно такие вещи. Нельзя сыграть так. Нельзя так сыграть. Удивились и еще больше удивились. Вот здесь очевидно. Вот такая артикуляционная работа. Вот такая. Вот такая микроартикуляция. Вот она. Что совершенно не противоречит большой лиге. Первая вольта. Вот это, конечно, замечательная. Вот это децима. Поэтому нельзя не играть в первую вольту. Нельзя сокращать здесь. Особенно с этим, конечно, еще летание такая, да. Молитва такая восторженная, благоговейная. Артикуляционная лига. Я бы все это еще добавил. Дополнил бы, конечно, еще вот такими работой микро. Здесь, здесь парочка. Здесь так реально работает вот эта пара. Вот она, замечательная пара. Вот она. Вот она здесь же. Только здесь шестнадцатыми, здесь тридцать вторыми. Здесь дополняем тоже парочку. Так внутри работаем, да. Здесь троечку. Здесь пара. Здесь треугольник. Вот это. И здесь вот интересно, да, что он пишет. На три нотки парочку. А здесь на две. И в том же самом мотиве мы смело добавляем, да. Артикуляционно. Повтор. И переходим на вторую вольту. И, наконец, можно со звоночком лейтар. Тонкая артикуляция здесь. Микроартикуляция. Парочка здесь дополнительная. Парочка дополнительная. Парочка дополнительная. Как играется левая рука? Струнно. Струнным. И здесь. Да. Здесь только возможно. Я использую принцип контроля падения демпфера. Не дают демпферму пасть. Да. Как бы крещен. Да. И здесь что бы для эффекта пианиссимо. Да. Пианиссимо. Фирмата. И начинается буря. С артикуляционной лигой. Да. Это в следующем ролике.